Московская железная дорога является одной из 16 дорог, входящих в ведомство РЖД. Обслуживает большую часть территории Центрального федерального округа. Ежедневно по дороге курсирует 237 пар поездов для перевозки людей и 2500 грузовых локомотивов. Ежегодно по Московской железной дороге передвигается около 717 миллионов пассажиров, грузов – 70 миллионов тонн. Центр всей магистрали – Московский железнодорожный узел, который является одним из крупнейших в мире. В нем сходится 11 радиальных направлений, объединенных Малым и Большим кольцом МЖД. Свою историю МЖД начинает с 1861 года, когда было открыто сообщение между Москвой и Петушки. В 1862 году открыто движение до Нижнего Новгорода и Сергиева Посада. До 1865 года активно строился путь на Рязань. В 1898 году открыто сообщение Москва, Сухиничи, Брянск. В 1908 году было запущено в эксплуатацию Малое кольцо, чья протяженность составила 54 километра. В 1943 году было построено Большое кольцо, его протяженность составила 558 километров. К концу 1980 года Московская железная дорога занимала первое место по СССР в сфере пассажирских перевозок. Ежегодно перевозилось около полутора миллиардов людей. С 1990 года начали активно внедряться турникеты на станциях с большим пассажирским потоком. С 2002 по 2008 года были проложены пути, объединившие вокзалы с московскими аэропортами. В 2013-2016 годах реконструировано и электрифицировано Малое кольцо. Обратите внимание, на дороге имеются 444 станции, из которых 22 – решающие. Общая длина пути 13 тысяч километров, используется 8984 километра. По протяженности МЖД стоит на втором месте после Октябрьской. Общая численность сотрудников, занятых в обслуживании дороги – 107 тысяч человек, из которых 45 тысяч осуществляют перевозки груза и пассажиров. Северо-Кавказская железная дорога Московская железная дорога имеет официальный сайт Справочная по служебным телефонам работников МКЖД 8 800 755 50 05 Факс, плюс 7 499 266 03, 30 Единый информационно-сервисный центр, плюс 7 800 775 00 00. Звонок бесплатный из всех регионов РФ, прием обращений онлайн от граждан на имя начальника Московской железной дороги в электронном виде для предложений и обращений работников Московской дирекции тяги юридический и почтовый адрес, 107 996, Россия, Москва, Краснопрудная, 20. Белорусская железная дорога Официальный сайт Пригородный пассажирский комплекс состоит из девяти вокзалов Ленинградский, Казанский, Киевский, Курский, Белорусский, Ярославский, Повелецкий, Рижский, Савеловский. Основные модели электричек, которые обслуживают Подмосковье, ЭТ-4М, ЭТ-2М, ЭР-2РО и ЭНТ-ЖИН, ЭТ-2Т и ЭР-2. С 2013 года активно стал происходить процесс модернизации, в связи с чем, пригородные сообщения стали обслуживать современные модели ЭТ-4М. Важно! Стоимость проезда фиксирована и составляет внутри Москвы 40 рублей звездочка, по области стоимость зависит от пункта назначения. Проездной оформляется, как на одну поездку, так и абонементом на месяц. Западно-Сибирская железная дорога Дальнее пассажирское сообщение обеспечивается 3000 пассажирских вагонов. Обслуживает акционерное общество, федеральная пассажирская компания. Ежедневно организация проводит активную работу по повышению качества обслуживания и найму качественного персонала. В последние годы отделением РЖД активно стали использоваться скоростные поезда «Ласточка», «Стриж» и «Сапсан». Маршруты курсирования поезда «Ласточка» по регионам «Москва», «Вязьма», «Москва», «Ковров-1», «Москва», «Нижний Новгород», «Москва», «Курск», «Москва», «Смоленск», «Москва», «Тверь». Маршрут курсирования поезда «Стриж» по расписанию «Москва», «Нижний Новгород», «Москва», «Берлин». Маршрут курсирования поезда «Сапсан», «Москва», «Санкт-Петербург», «Москва», «Петрозаводск», «Москва», «Великий Новгород», маршруты с пересадками. Существует классификация типов поездов по номерам. Для местного и пригородного сообщения используются локомотивы с номерами от 1 до 148, а также с 151 по 168. Для быстрого перемещения между городами пассажиры могут воспользоваться номерами поезда с 171 по 188, которые курсируют круглый год. В теплое время года дирекция ЖД пускает поезда под номерами с 191 по 198 и с 201 по 298, которые курсируют как в местном, так и в дальнем обращении. Пассажирские поезда дальнего следования, останавливающиеся на всех станциях, проходят под номерами от 301 по 398. Все локомотивы, имеющие номера 701-748 предназначены для служебных перевозок. Для перевозки грузов и пассажиров – поезда 951-968. Для транспортировки почты и ценных грузов используются поезда под номерами 901-948. Пригородное сообщение, то есть электрички, обеспечивают локомотивы под номерами с 6001 по 6998. Важно! На официальном сайте имеется таблица с фактическим движением поездов по контактам. Карта современных железных дорог Московской области объединяет большое количество сообщений. Каждый желающий может найти информацию о движении поезда. Можно ввести номер локомотива, станцию и дату прибытия. В кассе пассажир имеет право забронировать тикет за 60 дней до отправления поезда. Некоторые фирменные локомотивы открывают продажу билетов за полтора месяца. Забронировать место можно несколькими способами, изучив план схемы движения, в кассе железнодорожного Московского агентства, по номеру телефона, через интернет. Обратите внимание, пассажир может позвонить в справочную службу, сообщить желаемое время отправления и станцию прибытия и отбытия, а также паспортные данные. Оператор зарезервирует билет. Далее потребитель должен оформить курьерскую доставку или приехать на вокзал, чтобы выкупить забронированный тикет. Для бронирования через интернет, необходимо перейти на официальный сайт и зарегистрироваться, введя данные паспорта, придумать логин и пароль для входа в систему. Далее в специальной форме заполняется дата поездки, станция прибытия и отбытия. Сайт выведет страницу, где будет список доступных поездов. Выбрав локомотив, пассажир приступает к выбору места. Оплата производится с личной банковской карты клиента. Поезда, Сапсан, все вагоны кондиционируются, 1АРО и НТЖН, купе переговорное, которое продается полностью высококлассный сервис, кожаные кресла, напитки, 1В, просто место в вагоне 1 класса, безпереговорный, 1С, вагон бизнес класса. Розетки, еда и напитки, хороший сервис, 2С, сидячий вагон эконом класса, 2В, класс, экономический плюс, вагон номер 10 и номер 20, дополнительно Wi-Fi, 2И, места в вагоне Бестро, в стоимость билета включено питание на сумму 2000 рублей по меню. Поезда, СТРИЖ, во всех вагонах есть кондиционеры, питьевая вода, бесплатно. Работают биотуалеты, видеомониторы. Во всех вагонах есть индивидуальные розетки. Имеет такие же вагоны, что и Сапсан. Общий вагон. Как правило, там расположены те же полки, что и в плацкартном, но продается по 3 билета на каждую нижнюю полку. Предполагается, что это места для сидения. Разрешен провоз животных. Сидячий вагон. Оборудован индивидуальными креслами. Каждая компания по-разному комплектует его. В большинстве случаев имеются розетки и биотуалеты. Плацкартные вагоны. Все большее количество поездов стало устанавливать в вагоны биотуалеты и кондиционеры. Купе. Вагон разделен на закрытые купе по 4 полки в каждом. Всего в вагоне от 32 до 40 мест. Люкс, СВ. Это вагоны с двухместными купе. Мягкие полки для лежания. В вагоне от 16 до 20 мест. Белье всегда входит в стоимость проезда. Все вагоны кондиционируются. Мягкий вагон. Это также вагоны 1 класса, но более комфортные, чем класс Люкс. Двухместные купе. 8-12 мест на вагон. Вагоны РИЦ. В международных поездах могут быть вагоны, разделенные на купе, каждая из которых может быть двухместным или трехместным. В каждом поезде дальнего следования имеется вагон-ресторан. Московское железнодорожное агентство – это динамически развивающая организация. Ежедневно через нее идет большое количество товарных и пассажирских поездов. Она связывает не только крупные города, но и мелкие станции между собой. Звездочка цены актуальны на 11,07 – 2018 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова